Это программа «Город. Новости по-выборски» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Ничего лишнего. Районные и городские депутаты утвердили проекты бюджетов на трехлетний период. В теории и на практике в городе провели семинар на тему антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Счастье в Кубе у супружеской пары из Выборга родилось трое сыновей. Депутаты Законодательного собрания региона приняли областной закон о увеличении прожиточного минимума пенсионеров в Ленобласти для установления социальной доплаты к пенсии на 2016 год. На текущий год величина прожиточного минимума пенсионера была установлена в размере 6150 рублей. На 2016 год этот показатель в 47 регионе составил 7868 рублей. Социальная доплата к пенсии будет, как и прежде, выплачиваться за счет средств федерального бюджета. Будем работать по программам. Во втором чтении приняты проекты бюджетов Выборга и Выборгского района на 2016-18 годы. Кроме того, районный совет депутатов утвердил стратегические ориентиры на ближайшие 10 лет. О доходах, расходах и прогнозах наш корреспондент Наталья Березовская. Депутатский корпус Выборгского района утвердил проект бюджета на очередной трехлетний период. Выступая перед парламентариями, председатель Комитета финансов районной администрации Александр Балучевский отметил, что проект был сформирован в соответствии с основными задачами, обозначенными в майском послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию. За основу были приняты показатели прогноза социально-экономического развития Ленинградской области и Выборгского района на 2016-18 годы, уточненный план местного бюджета на текущий год и прогноз исполнения бюджета 2015. Главный финансист района назвал бюджет следующего года так – ничего лишнего. Работа будет вестись по девяти муниципальным программам, утвержденным ранее. На программу предлагается направить 3 млрд 996 млн 522 200 рублей, с которых самую большую программу имеет Комитет образования, современное образование в Выборгском районе Ленинградской области в объеме 2 млрд 818 млн 139 900 рублей. На втором месте программа социальная поддержка отдельных категорий граждан в Выборгском районе Ленинградской области 948 млн 51 100 рублей. Также будет продолжена работа по программам развития физической культуры и спорта в Выборгском районе, развития культуры, безопасность Выборгского района, стимулирование экономической активности муниципального образования, развитие автомобильных дорог, сельского хозяйства и управление муниципальными финансами. Бюджет сверстан с профицитом в размере 130 млн рублей. Профицит, возникающий в результате более экономного и эффективного использования бюджетных средств, запланирован на погашение долговых обязательств по кредитам. С экономической точки зрения профицит бюджета означает максимальную мобилизацию доходов в бюджет, отметил Александр Балучевский. А глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов подчеркнул, что в структуре общих расходов значительный удельный вес приходится на социальную политику. На заседании депутатского корпуса был представлен не только доклад Комитета финансов, но и аналитический обзор по результатам экспертизы проекта бюджета, подготовленной контрольно-счетной комиссией. Она признана положительной. В тот же день, уже с дефицитом, был утвержден трехлетний бюджет муниципального образования город Выборг. На 2016 год дефицит запланирован в размере 4 млн 766 тысяч рублей. Решением городского совета депутатов установлен верхний предел муниципального внутреннего долга и утверждена программа муниципальных внутренних заимствований. Основная доля расходов придется на ЖКХ, национальную экономику, культуру и образование. Планируется реализация девяти муниципальных программ, а это около 76% всех расходов. Наибольший удельный вес составит программа развития муниципальных дорог. Объем ее составит 114 млн 626 тысяч 700 рублей или 22,1%. Там предусматривается содержание и механизированная уборка автомобильных дорог 47 млн 940 тысяч рублей, 52 млн 636 тысяч 700 рублей на ремонт дорожного покрытия, на ремонт дворовых территорий 7 млн рублей, на организацию безопасности дорожного движения 7 млн 50 тысяч рублей. Также в течение трех лет будут работать программы обеспечения граждан качественным жильем, обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, программы благоустройства и другие. Объем средств на реализацию этого направления сокращен, исходя из реальных бюджетных возможностей. Контрольно-счетная комиссия проект бюджета одобрила. Наталья Березовская, Валерий Пресежнюк, медиагруппа «Наш город». В Ленинградской области появится первый в России единый центр по профилактике безопасности дорожного движения. Поручение о его создании дал губернатор Александр Дрозденко. Материально-техническую базу центра обеспечит регион. Методическую и программную составляющие предоставят эксперты Центра движения безопасности. В рамках его деятельности на базе родильных домов и перинатальных центров будут проводиться тренинги для будущих матерей по правилам использования детских автокресел и автолюлик для новорожденных. Им также расскажут, как вести себя на улице с детскими колясками и маленькими детьми. Все действующие маршруты электричек в Ленобласти сохранятся. Об этом сообщил председатель комитета по ЖКХ и транспорту Константин Полнов. Сохраняются в полном объеме и льготные перевозки, в том числе для пенсионеров, региональных льготников и учащихся. По мнению заместителя начальника Октябрьской железной дороги Игоря Саковича, в 2015 году пригородная компания отработала в Ленинградской области безубыточно. Общественность продолжает следить за тем, как идет процесс возвращения к жизни Старого Выборга. На днях состоялась встреча активистов движения «Я люблю Выборг», местных журналистов и петербургских реставраторов. Обсуждалась дальнейшая судьба жемчужин Старого города, Кафедрального собора и костела Гиацинта. Тему продолжит Людмила Перминова. Особых трудностей с реставрацией костела Гиацинта не возникнет. Зданию необходим хороший ремонт и адаптация под современное использование. Об этом собравшимся сообщил заслуженный архитектор России Михаил Асеев. Именно он является руководителем проектов по восстановлению костела Гиацинта и Кафедрального собора от московского предприятия Центральной научно-реставрационной проектной мастерски. По словам Асеева, проекты и концепции реставрации костела были выполнены качественно и в кратчайшие сроки. Помогло то, что люди, которые занимаются этими объектами сегодня, они занимались ими раньше. То есть с нуля очень сложно было бы любой организации раскрутить эти объекты в достаточно короткие сроки. Но тем не менее, по факту и концепция сделана, и вот эти два проекта. Сданы в Минкульт, ну и так далее. Одним из тех людей, кто в 70-е годы прошлого века проводил работы в костеле Гиацинта, является петербургский архитектор-реставратор Ирэн Хаустова. Она подробно рассказала об их этапах, а также о непростой судьбе здания, являвшегося в разное время то францисканским монастырем, то купеческим домом, то детской художественной школой. Сегодня, по словам специалистов, состояние костела Гиацинта не аварийное. Как выразилась Ирэн Хаустова, ему необходимо протезирование. По завершении работ здание можно было бы приспособить под школу ремесел, как для детей, так и для взрослых, считает она. Мы таким образом не затрагиваем всю ту планировку, которая уже выполнена. Она вся сохраняется от детской художественной школы. Участники встречи согласились с мнением Ирэн Хаустовой о том, что и именовать здание следует иначе. Но как? Тут мнения разделились. К примеру, сотрудники музея-заповедника Выборгский замок, который, вероятно, станет пользователем этого объекта, считают, что ему подошло бы название «Рыцарский дом». Таковым здание являлось в течение небольшого промежутка времени. Юлия Мошник, представлявшая коллектив замка, полагает, школа ремесел была бы здесь менее уместна. Дискуссию прервала помощник главы районной администрации Инна Климова. Она отметила, на этапе разработки технического задания пользователь не определен, поэтому подобные обсуждения преждевременны. Жизнь вносит, как всегда, свои некоторые коррективы, поэтому, к сожалению, в техническом задании, которое было в конкурсе на госзакупках, вообще не было информации о каком-то приспособлении, о согласовании с пользователем, поэтому проектировщики были вольны сами что-то предлагать или даже не предлагать. Куда более сложная работа предстоит по реставрации кафедрального собора. Кстати, по словам Михаила Асеева, его и часовую башню следовало бы рассматривать как один объект, являющийся архитектурной и исторической доминантой Выборга. Ведь изначально башня служила колокольней собора. Прежде предлагалось несколько вариантов реставрации, в числе которых музеификация сохранившихся руин. Специалисты полагают, что накрывать их стеклянным куполом или чем-то вроде навеса не стоит. Вопрос о том, как будет здание функционировать. Если его законсервировать стены и дальше его не использовать, даже если крышечки над этими стенами поставить, если его не укрыть крышей, оно будет дальше продолжать разрушаться. Поэтому зданию необходимо придать функцию. Функцию его необходимо использовать. И если мы будем использовать это здание, то мы обеспечим его сохрану. Архитекторы считают, что кафедральный собор следует восстановить в прежних объемах, увенчав его остроконечной крышей в готическом стиле. Но прежде на первоначальном этапе необходимо произвести противоаварийные работы, ведь сегодня руины здания представляют опасность для прохожих. При восстановлении несущей способности, то есть при восстановлении кладки, укреплении ее инъекциями, значит несущая способность стен будет восстановлена, и она может быть, как бы конструктивная основа, будет работоспособна. Проект реставрации здания прошел историко-культурную экспертизу. В настоящее время он находится на утверждении в правительстве Ленинобласти. Людмила Перминова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Методический семинар по антитеррористической защищенности школ прошел в Выборге. В работе приняли участие представители комитетов правительства Ленинградской области, администрации Выборгского района, директора школ и детских садов, учреждений дополнительного образования, сотрудники правоохранительных органов, МЧС и охранных предприятий. Они обсудили организацию мер антитеррористической безопасности и отработали их на практике. Подробнее в следующем сюжете. Что делать при возникновении чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении? Какие действия должны предпринять руководители, педагоги, технический персонал и дети? Эти вопросы обсуждали на методическом семинаре по антитеррористической защищенности. Он проходил на базе школы номер 13. Начальник управления безопасности администрации Выборгского района Андрей Никитин рассказал о том, что подобные мероприятия и с учителями, и со школьниками проводятся на территории городских и сельских поселений уже несколько лет. И работа имеет свои плоды в реальной жизни. Вот лишь два примера. В 2011 году выборская школьница Ульяна Зайцева при пожаре не растерялась, спасла младшего брата и оказала помощь взрослым при эвакуации. Девочка была награждена медалью за отвагу на пожаре. Кроме того, несколько лет назад в школу номер 13 поступил звонок о том, что здание заминировано. Весь руководящий состав, технический персонал, ученики сработали четко и слаженно. Также в ряде других школ города Выборга и района возникали нештатные ситуации. Персонал учреждений всегда действовал грамотно, не создавая паники и хаоса, проводили мероприятия по эвакуации личного состава и максимально вжатые сроки информировали правоохранительные органы. Что, в свою очередь, позволяло оперативно реагировать и полиции, и пожарным сотрудникам администрации, которые участвуют при ликвидации последствий нештатных ситуаций, прибыть на место происшествия. Основная цель методических занятий – донести до каждого, как действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций, исключить панику, особенно среди учащихся. И ни в коем случае не упускать из виду даже малейшие подозрения на опасность. «В первую очередь, всегда следует обращать внимание на наброшенные вещи, сумки, пакеты. Что угодно это может быть, поверьте. Закамуфлировать любое взрывное устройство, а мы говорим сейчас в большей степени о террористических мероприятиях, закамуфлировать можно под что угодно. Его размер может быть, я не знаю, размером с пластиковую бутылку на бед. И она может принести свой определенный эффект, причем трагический». Насколько грамотно налажена работа в школе номер 13, участники семинара ознакомились на практике. Школьники продемонстрировали, как они умеют управляться с автоматом Калашникова, собирать и разбирать оружие, пользоваться индивидуальными средствами защиты. Педагоги ознакомились и с материалами наглядной агитации. Например, вот такие плакаты могут быть размещены в школах и других социально значимых объектах. Неожиданно в одном из коридоров был обнаружен брошенный чемодан. На официальном языке – предмет с признаками взрывного устройства. Участники семинара и школьники на практике отработали алгоритм действий при возникновении такой ситуации. Все находящиеся в здании люди были эвакуированы. Дальше свою работу выполнили сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». 9 декабря 47-й регион впервые отпраздновал День герба, флага и гимна Ленинградской области. Эта дата закреплена в областном законе от 27 марта 2015 года о праздничных днях и памятных датах в Ленинградской области. Она посвящена главным символам нашего региона, в которых отражается его история, традиции и менталитет. В Выборге во Дворце культуры в этот день прошел праздничный концерт, подготовленный воспитанниками творческих коллективов. А главными зрителями стали школьники. Учащимся подробно рассказали об основных символах государственной власти, в которых закреплен общественно-исторический и государственно-правовой статус Ленинградской области как субъекта Российской Федерации. И поскольку праздничный день был утвержден в год 70-летия Великой Победы, организаторы мероприятия и юные артисты основной акцент сделали на теме торжества жизни над смертью и солидарности всех поколений, живущих сегодня в России, в борьбе за мирное небо над головой. Кульминацией торжественного вечера стало исполнение гимна Ленинградской области. Детей в Ленобласти чаще всего называют Артемами и Анастасиями. За 11 месяцев этого года в 47-м регионе на свет появилось около 15 тысяч малышей. Такие цифры приводит управление ЗАГС Ленинградской области. Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем, Александр и Максим, для девочек Анастасия, София и Дарья. Больше всего новорожденных зарегистрировано во Всеволожском, Гачинском и Выборгском районах. В семье Гасимяновых из города Выборга родилась тройня. Трое мальчиков появились на свет 3 ноября в одном из петербургских родильных домов. Некоторое время маме с малышами пришлось провести в медицинском учреждении. И вот, наконец, большое семейство вернулось домой. В гостях у них побывали наши корреспонденты. Знакомьтесь, Андрей, Алексей и Егор. В Выборге на одну тройню стало больше. В семье Гасимяновых 3 ноября появились на свет три долгожданных мальчика, а Руслан и Юлия стали счастливыми родителями. Пока одна кроватка на троих. Так, по мнению мамы и папы, удобнее следить за мальчишками. Все-таки и счастье, и заботы теперь в тройном объеме. К рождению детей семья шла долго. Так что, когда Юлия поняла, что скоро познает счастье материнства, не сразу поверила. А уж тот факт, что детей будет трое, осознала до конца только после их появления на свет. Первые несколько дней так я и спать не могла. Ночью просыпалась. И такое, сразу мысли. Как я с ними тремя буду? Господи, что же делать-то? Ну, потом уже как-то неделька, вторая, третья. Думаешь, ну ладно, трое, трое. Когда вот они их принесли, вот эти же трое, как они заорут, когда все троем. Вот это уже приходит в сознание, да, что их трое. И каждому надо переодеть, накормить. Еще и внимание требуется, что с ними поиграли уже. Более хлопотно оказалось. Ну, уже хочется, чтобы им уже полгода было, чтобы они уже сидели, игрались уже. А так-то, конечно, лежат, и надо им массаж поделать, им же тяжело сутками лежать на спине. Глава семейства пока взял двухнедельный отпуск, чтобы помочь супруге. Каждые два-три часа кормление, плюс переодевание, пеленание, взвешивание и купание. Кто-то и днем, и ночью постоянно дежурит у кроватки. Планировали мы, ну, детей вообще, дети цветы счастья. Ну, когда узнал, что трое, как бы, ну, был, конечно, ошеломлен. Было, конечно, как-то, ну, не по себе, можно сказать, но как-то сразу трое. И радостно как-то стало, сразу на душе. Когда их увидел, как бы в больницу приехали. Ну, был, да, вообще как-то, ну, не по себе стало как-то интересно. Ну, вообще, просто растерялся, можно сказать. Когда уже взял на руки, там, руки аж, ну, как, онемели, прям, не мог их, как бы, держать. И, как бы, ну, как-то, ну, вообще было, да, вообще, в эйфории, можно сказать. Было. Ну, счастлив оказался, счастлив. Одного из мальчиков именем Андрея мама нарекла еще до рождения. Папа спорить не стал. Много как-то Андреев, ну, вот, актеры всякие, вот Андреи, хорошие люди. Вот и так. А еще, когда УЗИ делали, он нам постоянно рукой махал. Так вот, привет, привет, Андрей. И вот Андрея назвали. Назвать второго малыша Алексеем предложил уже папа. И на семейном совете решение было одобрено. А вот на третьем имени родители споткнулись. До последнего момента перебирали варианты. Третьего никак не могли назвать. Все думали, Вовой, так у нас Вова есть в роду, много Вов. Говорю, нет, не надо Вова нам. Папа хотел в честь себя Русланом назвать тоже. Говорю, не надо Русланом. Надо свое имя какое-то, чтобы человек был сам по себе, а не Руслан Русланович. Пока новоиспеченные родители привыкают к новому укладу жизни, в гости к ним и, конечно, на помощь приезжает бабушка Елена Алексеевна. С огромной теплотой в сердце она вспоминает, как дочь сообщила ей радостную новость. Я кушала, сидела. Она говорит, мама, ты стоишь или сидишь? Или стоишь, а я говорю, а что надо, говори. Я ожидала плохой новости, но оказалась хорошая. Сообщила, что забеременела. Трое деток. Говорят, хотели внуков, напросили, получите. А через пару недель сказала, что будут все три мальчика. Была эмоция вообще разная. Правда, не я первую новость услышала, а муж услышал, что будут мальчики. Я говорю, ну вот, первые внуки. Было радостно, конечно, и слезно, и радостно. Все меня успокаивали, успокойся, успокойся. Только что было все здорово. Ну, а сейчас уже видела. Познав счастье материнства и отцовства, окрыленные Руслан и Юлия не отходят от кроватки малышей. Три маленьких человечка стали для них смыслом жизни. Вероника Когут, Валерий Пресежнюк, Медиагруппа «Наш город». Много замечательных семей живет в нашем городе. Еще об одной из них мы хотели бы рассказать сегодня. Наш эфир продолжит рубрика «Вместе мы семья». Семья Гельманшиных воспитывает двух дочерей. Их мама Любовь руководит клубом молодой семьи «Ясень». Молодая семья Гельманшиных живет в Выборге. В Ленинградскую область супруги переехали из Пермского края по предложению работы. У молодой пары две маленькие дочки – двухлетняя Забава и четырехлетняя Алиса. Глава семьи Антон работает инженером, а Любовь – руководитель семейного клуба по интересам «Ясень». Когда мы сюда переехали в Выборг, мы сами из Перми, у меня не было ни знакомых, ни друзей, никого, в общем, с кем пообщаться было бы. И вот я обратилась к подруге, которая пила пилатес, собралась группа инициативных мам. Семейные посиделки вскоре набрали большую популярность. Квартиры уже стало не хватать. Обратились в Выборгский дом молодежи, где молодым мамам сразу пошли навстречу. Нашли подходящее помещение. Так появился клуб «Ясень». Для ребенка мама и папа – это целый мир, в общем-то, в котором он живет, с которым он знакомится, через маму и папу. Вот, ну, собственно, вот наша связь с тем, что мы создаем для детей дружелюбный мир. К деятельности клуба охотно подключаются и папы. Муж Любови Антон всегда предлагает свою помощь. Как считает сама Любовь, совместные занятия в клубе помогают укреплению семьи, так как все находятся рядом и становятся еще дружнее. А дочки всегда находятся при маме. Вместе с остальными детками рисуют, играют и лепят. Вот, чтобы маме заняться чем-то и чтобы ребенок был при ней – это вот наша, можно сказать, главная фишка. Мама тут, мама занимается, ребенок видит, что мама занимается, у него складывается представление о взрослом мире. Помимо воспитания детей и работы в клубе, Любовь успевает учиться. Сейчас она получает образование лингвиста. Вот, я считаю, что мама должна получать энергию, заряжаться, заниматься какими-то своими делами, иметь личное время, чтобы потом наполненной приходить в семью, дарить любовь мужу, детям. Как признается сама Любовь, именно дети дарят ей вдохновение, стремление к саморазвитию и новым идеям. А в планах у семьи Гельманшиных – родить дочкам братика. С предложениями по экономии бюджетных средств выступил губернатор Ленобласти на встрече с депутатами законодательного собрания. Александр Дрозденко привел в пример администрацию региона, которая в уходящем году провела работу по оптимизации расходов. Была заморожена заработная плата, служебные машины стали использоваться по конвейерному типу, а 10% от зарплаты областное руководство перечисляет на благотворительность. Последовать в 2016 году этому примеру Дрозденко предложил и областному парламенту. Официальный курс валют на 11 декабря, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 76 рублей 7 копеек, доллар 69 рублей 22 копейки. На этом наш выпуск завершен. Увидеть его еще раз, а также узнать о том, что осталось за кадром, можно на сайте выборг.тв и в группе выборг.тв в социальных сетях. А я благодарю вас за внимание. Всего доброго! В пятницу в Выборге ожидается малооблачная погода без осадков. Днем в нашем городе плюс 3-5 градусов, ночью 0-1. Ветер юго-западный 4-5 метров в секунду. В Петербурге пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем плюс 4-5, ночью плюс 1-3. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. В Лапейнранте переменная облачность. Днем плюс 1-3, ночью подморозит до минус 2. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. В Хельсинки днем 4-5 градусов тепла, ночью плюс 1-2. Ветер западный 5-7 метров в секунду.